МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это больше, чем просто работа. Это яркая и насыщенная жизнь. Уникальная возможность проверить себя на прочность. Увидеть мир. Первым приходить на помощь. Служба по контракту. Ордена Кутузова второй степени отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа. Все больше контрактников приходят в российские вооруженные силы. Для этих людей открываются большие перспективы. Высокое денежное довольствие, стабильный доход, солидный пакет льгот и бонусов. Активно комплектуется военнослужащими по контракту и Ордена Кутузова второй степени отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа, которая базируется в Приморском крае, недалеко от границы с Китаем. Она надежно охраняет дальневосточные рубежи нашей страны. Позвонили, говорят, что ты там в охране, мучаешься, на вышке где-то стоишь там. Контрактная служба для меня – это очень большой опыт, это будущее для моей семьи. Свою историю соединение ведет с 1932 года. В 1945-м оно участвовало в разгроме милитаристской Японии. За образцовое выполнение заданий награждено Орденом Кутузова. Сегодня бригаду знают во всех сухопутных войсках России. По итогам 2012 года бригада признана лучшим соединением Восточного военного округа и также была награждена грамотой и переходящим кубком, командующим войсками Восточного военного округа. Командование вообще, я скажу, очень хорошее. Иногда, ну, как бывает, я не скажу, что у всех там бывает. Ну, некоторые проблемы там, конечно, бывают. Ну, подходят, все помогают и решают, как бы, ну, хорошее командование. На вооружении бригады комплексы, которые по праву считаются легендами. Мощные танки Т-80 и модернизированные Т-72, маневренные БМП-1, надежные самоходные гаубицы «Акация», зенитные установки «Шилка», «Стрела-10», «Бук». Бригада занимается на 249-м общинском полигоне, который находится в 12 километрах от дислокации бригады. Это очень удобно для проведения занятий по боевой подготовке и, соответственно, проведения учений. Значит, еженедельно на полигон выходит у нас непосредственно мотошелковый батальон и приданы подразделения артиллерия, танковые подразделения. Благодаря серьезной боевой подготовке бригада постоянно показывает высокий результат на учениях. Самые крупные из них – «Восток-2010». За эти маневры соединение было награждено вымпелом начальника генерального штаба и совместные российско-китайские маневры «Мирная миссия», которые проходили на территории Китая. В бригаде наиболее востребованы военнослужащие по контракту на следующие должности. Командир отделения, командир танка, командир орудия, начальник аппаратный, начальник узла связи, механик-водитель, фельдшер. Возможность сделать карьеру в соединении есть у каждого контрактника. Москва не сразу строилась, и супруга сначала вроде как разочаровалась, сначала туда-сюда. Я простым водителем на КамАЗе ездил, везде на полигонах постоянно, сутками где-то на выездах, командировках. А потом, как говорится, люди, вышестоящие начальство, заметили, что стараюсь, что-то работаю, туда-сюда, предложили командир взвода. Ну, все, потом, получается, написал рапорт с присвоением звания младшего сержанта. И все, вот уже, считаю, сержант уже. Денежное довольствие контрактников бригады от 25 до 38 тысяч рублей, плюс многочисленные ежемесячные надбавки, в том числе за службу на Дальнем Востоке и хорошую физическую подготовку, подъемные и ежегодная материальная помощь. Сейчас, наверное, у всех военных очень хорошие заработные платы и позволяют, по крайней мере, где-то отложить, накопить на то же образование ребенку, как для женщины купить на землю шубу. Вот сейчас, по крайней мере, вот сейчас новость этой зарплаты. Машинку себе приобрел, как говорится, для семьи уже проще намного. Зарплата первая была моя 10 500. Конечно, это для меня уже тогда были большие деньги. Сейчас 37 400. Заветная мечта большинства военнослужащих – собственное жилье – сегодня реальность. Вступить в военную ипотеку можно после первого контракта. И тогда государство будет само платить кредит за квартиру. Подал в реестр, и уже документы, и все. У меня уже, как бы, я могу в любой России, как бы, получить квартиру. Уже я стою в реестре, я уже стою. Могу там в Питере взять, могу там, ну, в Уссурийске, могу там, как бы вам сказать, в Владивостоке взять. Юго-восток Приморского края, где базируется бригада, уникальный регион России. Здесь водится занесенный в Красную книгу Уссурийский тигр. Неподалеку от соединения – самое крупное озеро на Дальнем Востоке – Ханка. Через него проходит российско-китайская граница. Здесь, конечно, суровый климат, влажность высокая, ветра постоянные, погода может на день поменяться по несколько раз. Но здесь сама по себе природа красивая. Она шикарна всем абсолютно, то есть, ну, как бы, цветами, ягодами, грибами. Вот и на море здесь очень неплохие пляжи, находятся на побережье Японского моря. Озеро Ханка здесь у нас недалеко, буквально 120 километров находится. Песчаные пляжи и домики под аренду можно принимать там все, и кафе неплохие. В гарнизоне бригады близ села Сергеевка много молодых семей. Проблем с жильем у них нет. Этот вопрос здесь решен на 100%. У нас имеется непосредственно две гостиницы. Одна из них семейного типа, как бы, нового образца, где имеются комнаты для малосемейного общежития. Там и комнаты, и кухня имеется. Имеется очень большой жилой фонд уже непосредственно в городке, где имеется квартира. Одна двухкомнатная, которую выносущие по контракту оформляют все документы, предоставляется жилое помещение. Много свободных квартир. То есть мы приехали, нам сразу дали двухкомнатную квартиру. Мы сделали косметический ремонт. Мы живем, нравится, все устраивает. Гарнизон бригады очень компактный. Помимо жилой зоны, штаба соединений, подразделений, здесь есть детский сад, музыкальная школа, секции для детей. А в Доме офицеров, построенном еще в 1939 году, есть свой вокально-инструментальный ансамбль. Ой, ну ни вечер, ну ни вечер, не малын мало спалось. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здесь очень удобно служить тем, что все рядышком. Даже то же озеро Ханка, то же море. То есть есть куда съездить. Есть город Арсений, где есть горнолыжная база, где можно покататься зимой на лыжах, на санках, на сноутборде. Есть у нас, также можно из парашюта попрыгать. В часе езды от бригады, третий по величине город Приморского края – Уссурийск. В нем сохранились постройки дореволюционной России. В одной из них расположен штаб легендарной пятой армии, к которой относится бригада. Сегодня Уссурийск активно развивается. Лучшие клубы, музеи, театры открыты для всех. В том числе и для контрактников соединения. Вот сколько раз ездили на ночные сеансы Уссурийск, вот это кино смотрели, зимой на ледовую арену также в Уссурийске ездили. Заключить первый контракт о прохождении военной службы в мотострелковой бригаде с Министерством обороны может любой желающий гражданин с полным средним образованием в возрасте от 19 лет. Вступительные испытания для претендентов устраивают в региональных пунктах отбора, созданных в 2012 году во всех субъектах Российской Федерации. Потенциальные контрактники проходят метабследования и сложный многоуровневый конкурс. Неплохо организована работа с военкоматами. Непосредственно военкоматов очень много идет желающих на поступление военнослужащих по контракту. С командованием 59-й бригады, которая дислоцируется в Сергеевке, идет плотное взаимодействие, созваниваемся, встречаемся с командиром части, направляем кандидатов, ориентируем их. То есть все мероприятия, которые проходят кандидаты, мы контролируем. Список социальных гарантий и льгот для контрактников постоянно расширяется. Министерством обороны постоянно прорабатывается вопрос улучшения условий их службы. В скором времени срок первого контракта планируют сократить до двух лет. Будет создана единая система скидок при приобретении контрактниками товаров и услуг. Разработан проект по их льготному кредитованию. В социальный пакет контрактника, помимо прочего, входит возможность получения бесплатного образования, бесплатное медицинское и реабилитационное обеспечение, продовольственное и вещевое довольствие, льготы при выходе на пенсию. Более подробную информацию о службе по контракту можно найти на сайте Министерства обороны mil.ru во всех военкоматах и пунктах отбора страны. Государству нужны действительно профессиональные, физически хорошо развитые военнослужащие, осознанно выбравшие службу в вооруженных силах. Меняется жизнь абсолютно. Во-первых, перед тобой очень большая ответственность. Мы служим, значит, мы в любое время можем какие-то выполнить боевые задачи. Мы защищаем свою родину вообще, это было первое. Мне очень понравилось и советую ребятам подписывать контракт. Ну, как бы я об этом не жалею. Контрактники – профессиональные защитники Родины. Они знают себе цену и уверены в завтрашнем дне. Служба по контракту. Ордена Кутузова второй степени – отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа.